Еще раз всем привет, тем, кто сегодня есть, и тем, кто, может быть, увидит записи. Я буду рада получать вопросы и участие от всех присутствующих, и от всех, кто увидит записи, тоже очень рада буду вопросом, потому что я взяла на себя некоторую очень нахальную задачу как-то немного рассказать о связи между религиозным переживанием, пророческим переживанием, языком кабалы, языком философии, и каким образом это все связано друг с другом и отражается одно в другом, я не претендую совершенно на то, чтобы охватить этот вопрос целиком, потому что это всей жизни не хватит. Я хотела показать это под некоторым определенным довольно углом, в котором, как мне кажется, будет важно личное отношение каждого человека к этому. Тем не менее, вначале я хочу предварить этот разговор двумя вещами, двумя высказываниями. Одно это высказывание Рава Ашкиназии, Иуда Леон Маниту, который представитель сефардского изучения кабалы, учил ее тексту, если некоторые не знают. И у Ушкиназов, у сефардов были немного разные, может быть, понимания, но, безусловно, общей базой. И Рав Маниту говорил, что кабала, то есть все эти книги, которые написаны на тему кабалы, это передача пророческого откровения, пророческого переживания. То есть то переживание, которое у нас зафиксировано в книгах пророков, оно есть в Танахе, но оно не целиком и не полностью передает это переживание, поскольку язык всегда не полностью может передать переживание. Это одна сторона вопроса. То есть, по его словам, мир перешел от мифологического сознания, философии. То есть вот непосредственного восприятия божественного или мифов, если человек не религиозно воспринимает это как мир. Тем не менее, это тоже происходит в голове у человека. Переход к рефлексии, к обдумыванию, к рассуждению, к анализу этого переживания, который, в общем-то, этот анализ, он в некотором смысле убивает некоторое непосредственное восприятие. В чем-то это можно уподобить отречеству человека. Если в детстве у него в основном превалирует такое непосредственное восприятие мира, непосредственное чувство, то, переходя в период отречества, усваивая некие логические связи в мире более явно, их усваивая, он начинает анализировать свои чувства. А почему я так чувствую? А что это означает? И так далее. И при этом, если, наверное, многие с вами согласятся, теряют некоторую непосредственность восприятия. Наши мудрецы описывали это в Талмуде, как то, что они молились Всевышнему, чтобы он убрал у них стремление к толпокотству, и при этом, как по описанию Талмуда, вышел огненный лев из святая святых. То есть нет некого отдельного чувства идолопоклонства и чувства божества. Но это одно чувство, оно просто уходит в разные каналы. Или оно уходит в истину, в желание служить Всевышнему, ощущение его, присутствие в своей жизни. Или оно уходит в какие-то боковые каналы служения идолам, ложные какие-то ощущения, хотя они, в общем-то, выходят из той же части души, можно сказать. И после этого, как бы, вот это чувство было притуплено божественного, и мир стал склонен больше к философии, а у нас появился Талмуд. Я слышу эту интерпретацию немного иной, что именно мудрецы тем, что они создали Талмуд, они притупили божественный экстаз. Ну, тут непонятно, где яйцо и где курица, потому что действительно, когда ты начинаешь что-то анализировать, что-то обо чем-то рассуждать, раскладывать непосредственное восприятие на какие-то составляющие, оно может постепенно исчезать, и мы иногда соскуем об этом детском, непосредственном восприятии, которое у нас было. В Талмуд, тем не менее, его подход к этому панахическому тексту, в основном к тексту Тары, но и к тексту пророков, он аналитический такой. Есть некое мнение, что вот этот аналитический подход к текстам, научный, скажем так, они привезли из Вавилона. В Вавилоне были вавилонские мудрецы, междуречии там, которые, как известно, занимались научным подходом к предсказаниям. Они регулярно производили развязание всех, смотрели на изменения органов, записывали, вот так вот увеличилась печенка, на следующий день родился наследник. Это регулярно они смотрели на изменения в органах животных, и, значит, в соответствии с этим делали огромное количество записей у них там есть, какое изменение в тушах животных приводит к какому результату, и когда какой-то очередной измене не появлялось, а у них было уже, так сказать, средство предсказания. Здесь вполне такой научный подход, хотя, может быть, и сомнительный с точки зрения результатов, но анализ, анализ реальности, то есть у них было ощущение такое, что боги меняют что-то в реальности перед тем, как послать какие-то изменения в мире, надо до этого докопаться, это надо расследовать, это надо исследовать. Вот такое, по одному изменению, так сказать, одного исследователя израильского, вот этот вот вавилонский подход исследовательский при возвращении из вавилона наши мудрецы усвоили, и они применили его к таре. Они сказали, вот тара – это не магический, это божественный текст, но это божественный шифр, и мы можем быть в ней землень гораздо больше, чем там написано. Мы, с одной стороны, мы можем все законы, которые мы знаем, найти там, даже если они скрыты, то есть разбирая и делая всякий сложный анализ стихов, мы эти все законы расшифруем, и те, которые мы знаем, и те, которые мы, может быть, еще не знаем. Вот такой подход – это подход Талмуда. То есть есть такое движение, вот такое вот, вот сделать такой хидуш, сделать такое обновление, вот я вот это вот вычислил, вот я вот это разобрал в спешок и увидел в нем то, что до этого не видел. Это некоторый ноу-хау, который появился в Талмуде. И вот такой подход, он дал возможность очень широкого толкования тары. С другой стороны, он сохранял только как бы одну часть. логику, разум, анализ – это очень важно. Но другую часть тары, которая составляла личное религиозное переживание пророка, она как бы терялась при этом. А в таре она есть, безусловно, потому что тара называется песен. И она, в общем-то, написана почти вся в таким песенном стиле. И она, безусловно, содержит в себе дополнительные компоненты. Не только логику, не только закон. Она вся некая история, в которой содержится вот это пророческое переживание. Но надо было его как-то еще иначе сохранить. То есть оно не должно быть потеряно совсем с наступлением вот этого, этой новой эпохи, когда божественное становится скрытым или более-менее скрытым. Тем не менее, мы хотим сохранить обе части этого. Мне тут говорили, что там логика… Мы как-то об этом говорили недавно, по-моему, в чате. Что логика – это тоже переживание. Совершенно согласна. Логика – это тоже переживание. И в общем-то, и в логике есть некоторые части переживания, и в переживании есть некие части логики. Но, в принципе, все-таки это немного разные вещи. Одно дело, когда я думаю и ощущаю в некотором абстрактном пространстве, не очень формулируя, что со мной происходит и что я понимаю. А другое дело, когда я выражаю это все словами. Слова, они очень много отсекают. Не говоря уже о том, что они могут быть поняты неправильно, но они отсекают некоторые компоненты. Ничего не сделаешь. Полностью передать вот это вот ощущение невозможно. И поэтому есть в Талмуде, особенно в трактате Хагиган, очень много, я возьму очень маленькие кусочки, чтобы просто обозначить вопрос. Там есть очень много о попытках мудрецов передачи вот этого откровения и как оно передается. Но все это начинается, на самом деле, со второй главы в трактате Хагиган. Там в скобках просто сказать, что этот трактат, он говорит о принесении праздничной жертвы. И вообще не очень понятно, почему он на этом месте в порядке трактатов попал. Он, в общем, должен был быть в другом месте, там, где все другие жертвоприношения разбираются. Но есть специальный такой раздел Мишны, в котором все, что относится к святости, к храму, к жертвоприношению, а этот, он идет среди прочих трактатов, относящихся к празднику. Он вообще странный такой. И в нем, казалось бы, мы говорим о жертве, которая приносит дополнительный праздник, и неожиданно именно в этом месте возникают всякие вопросы, такие связанные с Мишей. Во второй главе вот там и сказано. С этого просто начинается вторая глава, первая Мишна. Мы сейчас посмотрим, да? И она ограничивает нам, как бы, ограничивает нам вопросы, которые можно преподавать. И говорит, что не толкует законы о запретных связях. Ну, запретные связи, понятно, это вещь тонкая, это вещь неочевидная, она интимная такая, поэтому ее не толкует в большом скоплении народа. Более чем с трем ученикам. Одеяние творения, то, что называется Моасе Береши. Собственно, то, что описано в начале книги Бессия. Более чем двоим. Это тайны, это какие-то сложные вещи, которые, если ты будешь его толковать в большой группе, сразу возникли какое-то непонимание. По-простому совершенно. Когда у тебя два человека, и ты с ними... Один задает вопрос, например, второму ничего не остается делать, как слушать. Так что отвечаешь первому. А если есть три, второй и третий могут начать уже разговаривать, что-то обсуждать между собой. То есть, некоторые вполне практические вещи, почему нельзя уже троим преподавать. Потому что нужно непосредственный контакт учителя и ученика ощущение, что тебя поняли правильно. А деяние колесницы имеется в виду в данном случае, в первом случае, говорится о творении, как мир был сотворен. Во втором случае, об управлении миром. Колесница — это, естественно, изведение хистеля. Он подробно описывает там устройство божественного управляющей системы. Ее нельзя рассказывать даже одному поразительным образом, но только тому, кто мудрец и сам понимает. Задается вопрос всегда, и разные ответы на это есть. Если он сам понимает, зачем ему нужно рассказывать, по-простому, Рав Шеркей говорит, он сам понимает, но нужно это все построить в систему. Его понимание разрознено. Он видит здесь кусочек и там кусочек. И это, на самом деле, очень много нам говорит вообще про понимание. Потому что одно дело — это понимать фрагментарно, отсюда, отсюда, отсюда. Это как пазл некоторые. Но этот пазл может быть кучей. Нет полной картины. А когда мы выстраиваем полную картину, то все приобретает смысл. Каждый кусок, который ты видишь по отдельности, на своем месте в общей картине, он приобретает смысл. Так вот, наконец, я подхожу к тому, что я, собственно, и хотела сказать. Вот это вот Мишина Хагига, которая ограничивает передачу вот этого как бы тайного знания. То есть знания о пророческом переживании только одним человеком и только тому, кто понимает, она определила развитие кабалы на последующие века. Она основывается, основывает вот эту вот, эту передачу на собственном переживании, на собственном видении ученика. Это не то, что преподавать Талмуд, галахический судьё. Когда тебе учитель говорит, вот такое заключение логическое ты можешь делать, такое логическое заключение ты не можешь делать, это заключение можешь сделать только при определенных условиях, ты это всё усвоил, дальше ты можешь это применять, как правило, арифметики, там, цифрами, и по большей части это работает, кроме тех случаев, когда они работают. Тут совсем не так. Тут тебе говорят, прочувствуй сам, как мир устроен, а я тебе помогу в этом разобраться. То есть на самом деле вот это вот понимание кавалы, то есть того, что видели, когда ты ощущали пророки, оно проходит через собственное понимание каждого человека. И вообще то, что человек может рискнуть и начать понимать какие-то высшие миры в том смысле божественное привидение, божественное управление миром, кто сказал, что вообще мы можем это делать, кто сказал, что можем хоть что-то понять про Всевышнего, оно основывается на некой общей идее, которую формулируют, основываясь, опять же, на стихи из книги Йог, что я из своего тела, из своего личного устройства могу увидеть, понять Всевышнего. Хотя, конечно, вся книга Йог говорит как бы о том, что ты не можешь в конце, он говорит, ты не можешь ничего понять, кто я и кто ты, тем не менее, вся книга Йог это стремление к этому пониманию. Это вот было предисловие. Теперь я хочу продолжение из этой самой местности. То, что я хочу сказать, что, в общем, если вы меня правильно поняли, если будут вопросы или возражения, я с удовольствием сейчас послушаю, что на самом деле все каббалистические книги и все каббалистические авторы основывали свои книги на том, что они ощущали через свою душу. Они вырабатывали каждый свой, каждый, очень много разных каббалистов выработало свой собственный язык. Они говорят на разных, немного языках. Постепенно было какое-то усреднение, усреднение, появление некоторых общих каких-то терминов, которые выражали определенные чувства. То есть рождался этот язык каббалы постепенно, язык сферот. Но это не только это. Разные каббалисты, несмотря на то, что они намекают, используют этот язык сферот, они говорят на своем языке. Вот, например, книга Зуара, она совершенно выработала какой-то собственный язык. Хотя он вроде бы похож на Медраши, на предание Талмуда, но у него другое лексикон, у него другой подход, у него другие картинки там возникают. И так же со многими другими там каббалистами, сейчас не скажу, я бы хотела несколько примеров привести, но не важно, сейчас я не вспомню. Постепенно это все как бы накапливается, и если человек действительно хочет как бы обозреть вот этот мир каббалы, то действительно ему нужно построить из многих-многих разных книг, как пазл, и тогда только он сможет увидеть общую картину. Мы же, конечно, при нашей не очень большой образованности можем увидеть здесь кусочек и там кусочек. И сами понятия без того, что каббалы, без того, чтобы они обросли каким-то мясом, они были поняты в контексте того или другого видения мира, они остаются техническими в любом случае. Попытки, скажем, Лайтмана или там других построить себе чисто техническую систему, она на самом деле очень далека от реальной каббалы, как ни странно. Потому что реальная каббала должна тебя заставлять почувствовать переживание вот это. А если ты опять туда запустил одну логику и жонглируешь этими понятиями, даже очень-очень сложные структуры из них, короче, всякие цин-цун, один, второй, третий и разные массахиемы. А что ты хотел сказать? А что я за этим ощущаю? Человек может складывать что-то некоторое, а некоторым кажется, что они волшебным образом, изучая вот эту вот схему, они куда-то продвинутся. Ну, я не могу совсем сказать. Пожалуйста, я хочу услышать, что вам не понравилось. Почему не понравилось все понравилось? Нет, ну, может, что-то показалось новым, непонятным или странным. Ну, я не знаю, я вообще ничего не могу по этому поводу сказать, так как вы говорите, я даже и боюсь к этому приступать. Единственное, что я вот называю, знаете, как это, как у Флабера, по-моему, воспитание чувств когда ты не знаешь языка и вдруг к тебе приходит какое-то там, я не знаю, допустим, хотя бы слабое прозрение и ты не поймешь, что это такое есть, потому что ты как бы не владеешь какими-то инструментами. Ну, тут я совершенно с вами согласна, нельзя просто изучать какие-то технические, там, логические. Правила? Это можно, но это как бы вводит нас в сторону, я только хочу сказать. Я не хочу ни в коем случае отрицать. Есть разные пути, у людей некоторые прошли через такой технический, технический какие-то школы, а потом через это пришли к более глубокому пониманию. Ну, что я хочу сказать, что иногда даже без всякой техники мы можем на чистой интуиции попытаться сказать, что нам говорит этот текст. И это, собственно, таким вот крамольной такой работой я хочу заняться, потому что то, что меня интересует, это переживание. И религиозное переживание отдельного человека, оно как-то связано с религиозным переживанием других людей и пророков в том числе. Каббала об этом говорит на одном языке, а философия говорит немножко на другом языке. Почему вообще я взяла эту тему? Потому что у нас с Натаном Ходлиером, который Рава Кука преподает, он объяснял, что Рав Кук перевел этот язык Каббалы на философский язык. То есть он на какой-то момент решил соединить эти две линии, потому что до этого как бы это были два разных языка. Хотя, может быть, я почти уверена, что они говорят об одном и том же переживании. Но Каббала пыталась для этого найти новые языки, новые понятия, новые картинки, а философия описывает так, как каждый из философов ощущал это на философском языке, как бы ему говорится. Я хотела тут прочесть дальше этот очень интересный кусок. и мы потом к нему вернемся, но тот, кто его никогда раньше не видел, он важный очень с точки зрения понимания того, что происходит с человеком, который стремится вот к этому высшему знанию. Мне кажется, мне кажется, я это не скажу не обязательно. Это все отрывки, которым написаны миллионы комментариев. я просто хочу один определенный угол взять, который я уже сказала, это логический анализ и переживание. И вот в этом отрывке говорится про четырех людей, которые вошли в пардес. Пардес это в данном случае имеется в виду некоторый сад высшего знания. Пардес это сад, но в данном случае это метафорически. Это были Бен-Азай, Бен-Зума, Ахер, ну, Элиши-Бен-Абуэ в других местах он называется там, ну, да, и Раби Акива. Сказал своим ученикам Раби Акива. Вот тут у нас есть как бы скобочка. Потому что мы предполагаем, я думаю, что ученики Раби Акива усвоили это. То, что он им сказал, дальше не было. После Раби Акива все было более благополучно. А тут у нас кризис. В скобках сказал Раби Акива, когда вы приблизитесь к камням прозрачного мрамора, не говорите вода-вода, ибо сказано говорящие ложные не устоят перед глазами моими. Это из-за махи. Значит, это постфактум, я думаю, Раби Акива сказал. Мне кажется. Бен Азай взглянул и умер. Он просто зашел и не выдерживает. Почему, непонятно. То есть, можно догадываться, я вот выскажу догадку в конце. И о нем говорит Писание, тяжела в глаза с меры благочестивый. Человек чрезвычайно благочестивый, но он не выдержал. Неизвестно, почему. Бен Азай взглянул и повредился, в уме повредился, он сошел с ума. И о нем говорит Писание, найдя мед, ешь его в меру, не то присыпешься и излюбишь его. Это из плечи. Ахер вырвал саженцы. Раби Акива вошел с миром и вышел с миром. Я тут предлагаю такое занятное толкование, что у каждого из них было определенное соотношение между логикой и переживанием. Когда четыре есть, у нас всегда есть какой-то дважды два. Например, есть четыре вида четырех растений. Очень часто таксует это как знание и добрые дела. И у одного есть часть народа и знание и добрые дела, у других только знания, у третьих только добрые дела, у четвертых ни того, ни другого, и все они вместе, четверо, тоже там четыре сына в магазе и так далее. А в данном случае, что можно сказать? Если один человек предпочел, скажем, тот, который повредился в уме, там дальше рассказывается, что его увидел кто-то, как он сидел задумчивый и не реагировал ни на что, его спросили, что ты делаешь? Он говорит, я смотрю на разницу между верхними водами и нижними водами, и нету между ними большего расстояния, чем там взмах крыла приблизительно так, потому что сказано, что дух божий витал над водами. И тут понял человек, который у него спрашивал, мудрец, что он уже не совсем себе, потому что он ощущает некоторые переживания, он видит какое-то видение, которое не соответствует логике Писания, потому что разделение его сказано после того, как дух божий витал над водами. В тот момент они еще не разделены. О каком разделении ты говоришь? Понятно, что логика у него слаба, а он целиком в своем находится переживании, это вот, опять же, повредился его местом, его логика оказалась недостаточно сильной, он ее потерял, и весь захвачен своими переживаниями, и так невозможно. С другой стороны, тот, который умер, если мы перевернем картинку, окажется, тот, который умер, скорее всего, он противоположен ему, то есть, он откинул переживание, остался только в логике. И на самом деле, что это? Это смерть, человек не может быть. На одной чистой логике, без всякого внутреннего переживания, это полный такой аутизм, одна логика, в ней нет жизни. тот человек, который, скажем, рабяки, который сумел идти вместе, он рассказывал им, как бы, не знаю, как это относится с литературой и холод, то есть, в то время каббала не была такая, как сегодня, но уже появлялись некоторые эзотерические книги, которые называли литература залов. Человек в своем желании увидеть, ощущать, понять Всевышнего, он как бы переходил из зала в зал. Он говорит, это очень прекрасно, вы идете по этому залу, вы видите что-то, это прекрасно, но не торопитесь, не врите. Ты увидел что-то, такое похожее на воду, но это еще не вода. То есть, с одной стороны, ты должен, ты можешь погрузиться в это переживание, ты можешь двигаться с ним, но все время должен себя контролировать разумом. Вода это или не вода, или это мордокамер. Ну, тут много чего еще можно сказать, но это то, что я хотела про авиакив. А у Ахера, как мы знаем, у Лиши Бенавуа, у него вышло несогласование. Он не мог связать логику и переживание. Это вопрос, который, на самом деле, совершенно непростой. Одна из историй про Лиши Бенавуа, как он видел, как ребенок забрал на дерево поручение отца, снять, отогнал птицу, взял пенцов, как положено из старых, и за эти две заповеди, за уважение родителей и за отгоняние птицы полагается длительной жизни, и он падает, умирает, и вот такое явное противоречие переживания и того, что на фестерне это нелогично, не должно быть, это несправедливо, оно просто его разрушает. Ну, это одна из историй, почему Лиши Бенавуа стал остров Альташинцы. Есть еще и другие истории, но для моего короткого анализа я просто хотела привести здесь некую идею о том, что вот из этого отрыста с Гемары можно увидеть, насколько важно обе вещи. Она не случайно здесь приходит и объясняет нам, что они должны быть вместе, и переживания, и логический анализ. И это на самом деле, к чему иногда стремится наша душа личная, когда человек ищет какую-то внутреннюю гармонию, чтобы это постоянный самоанализ и рефлексия, и критика собственная, критика претензий к Богу не заслоняли живого переживания и живой жизни. Не знаю, в конце жизни мы подходим к этому или не подходим, но это к чему душа стремится, мне кажется. Может быть, не. Теперь я хотела вам привести совершенно классический кусок из Резаля, который начинает его книга «Древо жизни». Это тут, конечно, миллион, все так сложно, безумно сложно, миллион комментариев, миллион объяснений. Место, из которого я взяла перевод, вообще не переводят многие понятия. Ну, я как-то приблизительно переведу. И главное, что я, то, что здесь есть А, Б и Г, да, я хотела дойти до Г. А А и В мы просто так быстренько прочли. Хорошо. Резаль тут описывает как-то сотворен мир, да, и он говорит, что перед тем, как были наделены светом на Итсалим, то есть те которые снаружи, да, есть некоторые кто-то, кто проецирует свет, есть те, которые из него рождаются или возникают или получаются. И созданы невраим, то есть созданы все творения. Что было? Простой высший свет заполнял все сущее. Не будем объяснять. Можно немного объяснять про то, что простой высший свет. Это то, что может быть найти отклик у человека в душе, как ты сам понимаешь, что значит простой, что значит высший, что значит заполнял все сущие. И не было никакого макомпа, но это пустого места, то есть все им было дано. Характеризующая как авира и камея, то есть пустое пространство, или пространство, но было все заполнено этим простым светом бесконечного и не различал с ним ни начало, ни конец. И все был один простой цвет, он совершенно однородный, и назывался он Ор-Энсо, свет бесконечный. Это начало всего, конечно, придут комментари, объяснят нам более подробно, как и что, чего здесь было, чего здесь не было. Но самое простое, самое общее понимание, это начало всего, где еще нет никаких сотворенных, нет ничего, кроме всепышнего, это все бесконечное. Бесконечное, которое мы не можем постичь, такая бесконечная бесконечность, условно называемая светом, скажем так. И они на самом деле очень мало чего можно сказать. И главное свойство, что здесь подчеркивает, что не было ничего другого, не было никакого пустого проста. И когда возникло желание простое сотворить миры и наделить светом имена и названия своих, это я тоже все не понимаю. У него возникло желание, как оно возникло, что это означает. Он хочет что-то дать этому миру, это понятно. И вот такова была причина сотворения миров. это его желание. Это максимум, что я могу сказать. Больше ничего не могу. И вот я хочу перейти к тому, что дальше у нас идет. И вот тогда ограничился я бесконечной центральной точке, что в самом центре него. И ограничил этот свет. И удалился свет в стороны от центральной точки. И тогда остались вот эти понятия, которые не обязательно нам сейчас понимать. Но осталось некоторое свободное пространство. Пространство, в котором нету Всевышнего. Как бы нету. В котором можно из-за этого создать мир. Понятно, что мир нельзя создать там, где все заполнено. Это то, что Резаль говорит. Значит, нужно было создать какой-то пустой простран. И в нем создадется мир. Вот мне интересно сейчас подумать, просто откинуть свои представления, свои халаль-пану, и о том, что такое цемцу, о том, как вы его понимаете, как вы объясняете сусидизм и так далее. А просто что это значит для нашей души, что между моим миром и Всевышним, и Энцом, вот этим, тот, который мир создал, есть пустой простран. Как с точки зрения логики, кстати, так и переживаний, да-да. Я просто хотела сказать, что значит есть возможность к движению, нет? Мне так кажется. Да, то есть я от него отдалена, между нами пусто, есть что-то, что меня от него отделяет, но я могу к нему приближаться, правильно я очень позитивно. Ну, соответственно, если я могу к нему приближаться, соответственно, у меня остается какая-то свобода выбора, или приближаться, соответственно, или там удаляться, или оставаться на таком же расстоянии. Тоже верно. У мира вообще, у меня, и у мира вообще, да, есть свобода выбора. Да, с точки зрения логики, кстати, есть ли предложение, зачем понадобилось создавать такую сложную структуру, зачем понадобилось это структуру, а чем плохо, неужели Бог не мог создать мир там, где он уже есть, чем проблема. Я помню, мы в России жили, к нам приезжала певица, одна такая, которая пела очень красиво, это Бог и здесь, и там, и во всем мире, он как бы пронзает весь мир, наполняет весь мир, это мы тоже много где слышим, такое ощущение тоже есть, что он есть всюду, зачем же нужно было идею рисовать вот эту картинку пустого проста, с точки зрения логики, неужели это необходимо? Лично для меня я никогда не могу найти логического объяснения. может с кого-то будет идей? Что подвигло Резаля увидеть это так? Почему именно? Я сейчас не говорю, что это ощущение вот, я хочу посмотреть с двух сторон, с точки зрения логики, философии, то есть с точки зрения ощущения переживания. Ясно, что мы это переживаем каким-то образом, вот именно это ощущение пустого пространства. Может быть кто-то еще скажет, что это еще может быть переживание. А с другой стороны, какая логическая неувязка потребуется для того, что это решает? Понятно ? Никто не хочет сказать ничего. А там у нас кто-то есть вообще или только мы вдвоем? Есть. Сара, это просто шумы, либо вы хотите что-то сказать? Ну, не знаю. Я не знаю, не хама, что-то все молчат, я не знаю, как. Ну, вот, не получилось на сегодня беседы, сегодня вышла лекция. Тоже ничего. Я поделюсь своими соображениями. Опять же, это только мои соображения, мое ощущение. Кто-то что-то написал что-то? Не знаю. Да ничего никто не написал. Во-первых, я это чисто вот я не иду за комментатором тут. Я пытаюсь это именно перевести в сферу личного переживания и личного анализа. С точки зрения личного анализа. Не только, но, в общем, конечно, об этом говорят комментаторы многие. есть некоторые противоречия между тем, что Бог существует всюду в мире и тем не менее есть место для мира. Потому что если Бог действительно существует в каждый момент и управляет всем, что здесь происходит, действительно, как сказала Лена, нету никакой свободы выбора, нету мира собственного. Весь мир это чистая иллюзия. То, что мне кажется. Мне кажется, что я существую, мне кажется, что я думаю, мне кажется, что я решаю что-то куда-то продвигать. На самом деле, если все по-прежнему заполняется истушнее, то никакого места для мира нет. С другой стороны, все-таки есть некоторое ощущение в мире, что есть какая-то связь с Богом. Поэтому нужно построить некую систему, в которой с одной стороны мир может существовать, с другой стороны есть некая связь со Всевышним. Тем не менее, вот это базовое ощущение того, что между мной и Богом есть пустое пространство, то есть пространство, через которое я никак не могу преодолеть. Если он действительно пустое, то у меня нет никакой реальной связи с Богом. Он там создал мир, он сюда направил свой свет, он миру дает что-то. Но я-то хочу постичь его, я хочу услышать его голос, я хочу понять что-то. И вот эта логическая неумязка, она приводит к тому, что Аризаль рисует целую схему такую, с одной стороны, Бог отодвигает себя и дает мне возможность существования свободы выбора, а с другой стороны, каким-то образом загадочным он влияет на мир и позволяет связь с ним. А каким непонятно, на самом деле, потому что потом дальше появляются какие-то дополнительные системы, там оказывается пространство не совсем пустое. И я совершенно запутываюсь. Я говорю, так он пустой или не пустой? Если оно пустое, то значит, у меня нет связи с ним. И это, на самом деле, очень трагическое ощущение. Я именно к этой точке хотела подвести, потому что ощущение отсутствия Бога в нашем мире, оно очень трагическое. И вот эти переживания, которые позволяют мне ощутить его присутствие, я не знаю, неправильное или неправильное. Я не знаю, что они мне дают, о чем они мне говорят. Это большой вопрос, и это вопрос философии, который может потом, как-нибудь в другой раз, или может быть сегодня, я даже не знаю, как получится. До какого времени? У нас еще есть немного времени, но я хотела пораньше, я думала, раньше кончить, чтобы не получилось, как с предыдущим, как в прошлый раз. Я просто хотела сказать, для меня это лично, например, как мать с детьми, что ли. О, это очень интересно. Я покупаю дать третий. Да, потому что в какой-то момент нужно дать какое-то пространство, но это не значит, что оно будет пустым, мне так кажется, потому что отношение между человеком и человеком построено по той же модели. Вы не знаете, что происходит у него внутри, никогда не узнаете. Это на самом деле очень трагическая вещь. Ты живешь человеком всю жизнь и понимаешь потом, что ты не знал ему ничего. Или наоборот ты знал все правильно и верил, что он такой, каким он тебя рисуется в душе. Это во всех отношениях так? Мне кажется, еще более трагическое, когда ты сама себе не очень много знаешь. Ну, это еще туда-сюда. Хотя бы какие-то ну, а тебе, конечно, ты, мало что знаешь. Это правда. Бывают какие-то. Но не совсем то. Я думаю, что это не совсем то. Это как же я знаю про этот мир, да, кое-что. Ну, не все, не страшно. А то, что я про него не могу узнать ничего, на самом деле, только каким-то там. Вот я хочу сейчас прочесть интересно. Это очень маленький кусочек из цары, из отрывка из Рабина Ахмана. Он довольно длинный, но просто весь его нельзя при... Вот видение... Сейчас я приведу видение Рабина Ахмана, да? Как всем известно, и написано подробно на челе книги Аризала Эцхаим, Дерево Жизни, Всевышний сотворил мир, поскольку хотел раскрыть милость свою. Да, это всем известно. Он хотел дать что-то, что существует вне его. Значит, для этого нужно сделать что-то, что вне его. И когда хотел Всевышний сотворить мир, не было места для его сотворения, так как все заполнено было бесконечным божественным светом. Да, мы это видели только что. И поэтому он сжал свет в стороны. Ну, это не знаю, освободил пространство. И посредством этого сжатия высвободилось посредине предвечное пустое пространство. То есть это некоторый этап сотворения, не предшествующий всему. Внутри света. И затем уже в этом пустом пространстве были созданы все миры. Пустое пространство необходимо для сотворения мира, но характер его невозможно понять и постичь, пока мы живем в этом мире. Мы же в мире внутри, а пустое пространство оно уже в мире. Да? Понятно? Потому что необходимо сказать про него две противоположности. В нем есть божественный свет и одновременно в нем нет божественного света. В нем нет божественного света, так как образование пустого пространства происходит посредством сжатия, в процессе которого Всевышний как бы убрал себя и свой свет из этого пространства. И как бы нет в нем божественности. Нет, оно пустое. Да, иначе как же? А для чего же мы всю эту картинку строим? Потому что если это не так, то пространство не пусто. И все сплошная божественная бесконечность. Понятно? Плотно, да? И тогда нет места для сотворения нашего мира вообще. Значит, нету там божественности, да? Но при этом, конечно, и божественность там также есть. Ибо божественный свет это жизнь миров, и ничего не может быть его присутствия. Поэтому понятие предвечного пустого пространства внутренне противоречиво. И невозможно нам в этом мире постичь этот вопрос. И все вопросы бытия, на которые невозможно дать логического ответа, царинятся в этом изначальном парадоксе мира. однако Израиль, то есть еврейский народ, посредством своей веры может перескочить не только через все мудрствования, то есть вопросы, на которых нет ответа, но даже через такое неверие, которое... А, нет, мудрствование имеется в виду просто сложные вопросы. Это я кусочек просто желаю из большой стороны. То есть всякие заковырившие вопросы, на которые есть ответ. Но даже есть такое неверие, которое исходит из пустого пространства. Потому что Израиль доверяет Всевышнему без всяких исследований и мудрости только полной веры. То есть главное, что он здесь говорит, Робинаху, во-первых, он подчеркивает парадокс. Ребята, ничего ты не сделаешь. Ты можешь какие угодно выкрутасы логические построения картинки рисовать, ты не можешь решить этот парадокс, есть он там или нет. Можешь ли ты дотронуться, можешь ли ты увидеть, можешь ли ты почувствовать, можешь ли ты беседовать со Всевышним парадокс. Что он говорит, и он говорит это еще дальше там и в других своих писаниях. Что может построить мост, что может построить связь, только вера. Израиль, у него есть такое сумасшедшее свойство верить во Всевышнего. Несмотря на то, что есть пустые пространства, не смотря на то, что знать ничего невозможно, не смотря на всю трагедию того, что меня я не понимаю, не пойму, никогда не узнаю то, и что, и то же самое между человеком и человеком. Единственное, что может, над чем могут строиться реальные отношения, это на вере или на доверие, если речь идет о людях. Я никогда не знаю, что он думает, я никогда не знаю, что вы на самом деле думаете, вы не узнаете, что я думаю на самом деле, как я ощущаю. Но мы можем друг другу доверять. Я могу верить в него, а он, мне кажется, верит в меня. И вот это такой подход Рабида Рахмана, который ухитается перепрыгнуть через парадокс посредством веры. Есть другие всякие подходы, которые, скажем, философы разные развивали, но я, я, может быть, когда-нибудь еще об этом поговорю, а может быть, и нет. Может быть, у меня есть еще пять минут, и я вкратце дойду до того, что я хотела рассказать с самого начала, чему я, собственно, вела с самого начала. Потому что как получилось, что я в этом году хожу на лекцию человеку, которая много рассказывает о философии Рамы Соловейчика, и эта философия экзистенциальная. То есть, чем характерны, как я поняла, я сама небольшой специалист в этой специализме, а только через учителя, который рассказывает о Раме Соловейчике, это философия, которая смотрит на мир, как он есть. И говорит, давайте не будем себя обманывать. Мир, на самом деле, ужасный. В нем сплошная трагедия. В нем сплошные разочарования. Все кончается смертью. Все плохо. Жизнь человека тяжела, полна неожиданностей и горьких. И как можно жить? Как можно? Можно только отдавать себе отчет, где ты живешь. Это так записали. Если человек, раб Соловейчик, смотрит на жизнь, с одной стороны, религиозный человек, а с другой стороны, видит ее, как есть, он должен построить для себя какую-то систему, которая тоже переделает этот прыжок. на самом деле. Получается же, что он на самом деле этот экзистенциалист, он говорит о том же самом, он говорит о пустом пространстве, о том, что даже если есть Бог, я его не вижу, я его не слышу, я вижу только трагедию этого мира. Поэтому, не случайно, вот человек с таким мироощущением, его, одна из главных книг, это Рава Соловейчика, одинокий верующий человек. То есть, он одинок в этом мире, потому что он оторван от Бога, как бы. Тем не менее, он должен построить некоторую систему, которая связывает с Богом. Это система обязательств. То есть, то, что говорит Рав Соловейчик, он говорит, ты хочешь пробраться к Всевышнему, ты думаешь, что это будет сплошной свет, экстаз, и радость, и неземное наслаждение, это вообще ошибка. Что говорили евреи там на горе Синаи, когда они получили Тору, то вы все, перестайте с нами разговаривать. Они не могли вынести разговор с Богом прямой. Это то, что случается с пророками. Пророк, когда слышит Божественное Слово, это разрывает ему душу. Это тяжелейшее переживание, не каждый человек вообще это может вынести. Не жди ничего такого супер наслаждения. Это не то. Стремление к Всевышнему, это не стремление к наслаждению и счастью. Хотя некоторым кажется, что это одно и то же. И вообще, некоторые гуры только на этом гуру и строят свои завлекательные кампейны. Они говорят, вот только поверь наше, у Бога, тебе будет душеветь, все будет прекрасно, все у тебя пойдет хорошо, ты получишь неземное наслаждение. Я тоже не уверена, что это правда. Я не не хотят рабо-словейчика, хотя я очень-очень его уважаю. Но я вижу мир не совсем так, потому что это у меня немножко... Я понимаю, это переживание, но тем не менее это не все для меня лично. И вот он говорит, что ты встречаешься с Богом, и он тебя обязывает. Ты встретился на горе Синае, ты думал, он тебе сейчас даст неземное наслаждение, а он тебе дает заповеди. Один, два, три, четыре, это то, что ты должен делать в мире. Про вообще, как говорил когда-то мой друг в детстве, кто вам, братцы, сказал, что вам здесь должно быть хорошо? А я все-таки думаю, что мне должно быть хорошо. Есть, видимо, у людей, у разных, разные превалирующие какие-то стороны. Как говорил когда-то мой учитель литературы, есть трагические поэты, есть гармонические. Есть люди, которые ощущают больше мир как трагедию и гармонию тут и там где-то у них она проскакивает. А есть поэты гармонические, они тоже ощущают трагедию. Но тем не менее, несмотря ни на что, они ощущают гармонию мира. И это может быть главное различие между, скажем, равом словечком и равом кукол, которые, несмотря на многие трагические факты своей жизни и период земли в Израиле очень тяжелой, в которой он здесь жил. И все, что с ним совершенно не зависит. От этого это свойство души, видеть мир как гармонию. Может быть, это еще зависит от того, что он был учеником, как говорят, замечательного, величайшего каббалиста нашего века, про который не очень многие знают. По разным причинам, если будет вопрос, я потом был такой каббалист, один из самых известных, самых крутых последователей Еленского Алтаона, Равиль Леши, который написал книгу «Лешим швовы ахрама», это название камней первосвященников, которые на груднике, и говорят, что равом кук очень много в своем мировоззрении взял из него. Но где здесь яйцо, а где есть курица, опять непонятно, почему он именно из него взял, потому что это близко было его гармоническому ряду мира, я думаю. И я хочу закончить немножко связать это с тем, что вы говорили. Как видел Тинцум вот это пустое пространство, нет Тинцум. Пустого пространства у Лешима почти нет. Вот у Рава и Лешима. Оно почти не встречается в его описании. Когда он говорит о святворении мира, он его описывает так. Он говорит, вот да, бесконечный цвет. И потом происходит Тинцум. Не, 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 не сжатие. Ограничение, но не сжатие. Бог выбирает точку. То есть сначала все было одинаково, и вдруг появилась одна точка. Вот эта точка наш мир. И дальше он в эту точку направляет свой свет, и точка начинает распространяться, расширяться. Как воздушный шарик какой-то она раздувается, и в ней строятся все миры. Нет никого пустого пространства. Мир впитывает из себя божественный свет столько, сколько он может впитать. Да, действительно, он не равен всему окружающему пространству, как бы всему Энсопу, но с другой стороны, он от него не оторван. Это поразительное такое свойство Лешима рисовать картинку гармоническую, которая, в общем-то, противоречит тому, что сказал Резаль, но он никого не боится. Он был супергениальный ученик Вильдерского Гаона, который придумал вот такую интересную схему, по которой, ну, он, конечно, и сам придумал, он кирается на многих разных футболистов из разных иков, тем не менее, он пошел против Резали в чем-то. Он сказал, на самом деле, очень тяжелая вещь в каком-то смысле. То есть, с одной стороны, это нам создает гармоническую картину, а с другой стороны, он говорит, нет никакого кустов расстанства. Значит, все, что в нашем мире существует, оно ходит. Оно все проистекает от божественности. Нету никакого разделения между будничным и святым. Во всем, что происходит в мире, есть божественная рука. Это какая-то безумная ответственность накладывает на человека, который в этом мире живет. Но, с другой стороны, она создает гармоническую картину мира. И вот то, что Лена говорила, это действительно похоже, эта картина более женственная, я бы сказала. Потому что, когда Резали описывает, есть пустая бросанка какой-то, а Гога делен, и в него впрыскивается какой-то свет, да, это как будто семя в отдельную какую-то емкость. Это мужское восприятие такое. Семя отделяется, и из него развивается мир. А тут этот мир вырастает внутри самой бесконечности, без этого отделения. И оно напоминает связь матери-ребенка, когда ребенок растет внутри внутри матери. Нехам, спасибо большое за то, что привели вот это представление. Наконец-то я теперь получила как бы формулировку того, что мне обычно представлялось именно так вот. То есть не так, как обычно объясняют, что нету света, а именно вот как Лешин, да? Да, Раби Леши. скажем так, многие его представления, ну не важно, я не буду, это очень долго объяснять, его потомки как бы они не очень любят популяризировать его описание, больше того, цензурируют его, правда, Раби Леши цензурируют там. Нет, а там тоже есть как бы, мы видели у Раби Нахмана, что он подчеркивает, что есть, должны быть две стороны, не может быть. Резаль тоже пытается сгладить, свет входит в мир, но тем не менее наличие вот этой преграды какой-то изначально, оно с одной стороны, оно отражает, мне кажется, что существует в душе человека, и нам очень хочется ее преодолеть, и философы, и каббалисты, они искали разные какие-то пути эту преграду преодолеть, а приходит Лешин и говорит, ну что преодолеть, все прекрасно, мы связаны. Это бы очень хотелось так ощущать меня. Я обещала кончить за 15 минут до 8 часов, поэтому если еще 2-3 минуты на вопрос, я очень была бы рада, я почему-то как-то не рассчитала, я думала, что... Нет проблем, нет проблем. Нет, нет, мне удаст сделать из этого беседу, но оказалось, что это как бы вышли в этот раз как лекции, ну... Потому что такие вопросы есть, я вот лично сижу, молчу и думаю просто, на самом деле, прежде чем что-то спросить нужно. Лена, нужно что-то узнать. Да? Надо подумать вообще-то, подумать надо. я специально привела такие как бы эпохальные какие-то какие-то очень комментированные, очень сложные куски в надежде на то, что мы сможем посмотреть на него каким-то непредвзятым взглядом, увидеть эту картинку просто внутри себя и сказать тебе, что она мне говорит. Это была как бы моя цель, но, видимо, все-таки это очень сложно. Для того, чтобы ее как-то воспроизвести, нужно что-то еще дополнительное. Нужна база. Вот я не всегда уверена, что нужна база. Это не я единственное так делаю, что бросаю людей в воду и говорю плывите. Например, вот Миша Кравцов. Если вы знаете, он переводил доллар на русский язык. он большой тоже знаток Кабалы. Он пытался преподавать нам еще в России. Петька его пригласил на наш рот, чтобы он нам рассказал что-то из доллара, но все благополучно заснули и больше как бы не повторял. А в Израиле он опять забрал группу людей, которые не разбирались совершенно в Кабале и стал читать с ними кабаллистические тексты. без того, чтобы они имели какую-то подготовку. Это было очень занятно. Я одно время к нему ходила, потом у меня мама тяжело заболела, и как-то я от этого уже отошла. И кроме этого, я видел много раз. И это действительно делается. Люди садятся читать взор без обширных знаний в Кабале. Потому что текст сам по себе еще что-то говорит. Он предназначен для того, чтобы говорить что-то человеку. Без того, чтобы ему сказали вот эта сфера такая-то, эта сфера такая-то, эта масса, а это так у нас парцук има, это парцук фаба, это парцук ритка, это парцук лея. Понимаешь, это все хорошо, когда... Знаете, Нехама, это замечательный метод у меня так преподаватель по философии делал. Просто не давал нам ничего пересказывать, а просто отвечать на вопрос, который он ставил, не пересказывая там текст или все что-то. Но я просто представляю вас, предупреждаю, что я думаю, что учителю, преподавателю это очень тяжело. Потому что вы видите, нам придется ну в общем, если мы будем периодически молчать, не удивляйся. Нет, я на самом деле не ставила себе задачу открыть здесь курс по кабале. Я просто, поскольку мы как-то договаривались, там же мы говорили о вещах, которые всплывают. и поскольку этот вопрос всплыл как-то для меня на уроке Натана, который мне очень нравится, как он, он тоже, скажем, преподает Раула Кука, без того, чтобы говорить вот это, вот это идея выше, может, даже четырех, я даже сейчас не изображаю, которые привозят вообще про всего Раула Кука, откуда и что взятое из кабалы. То есть я могу открыть и сказать, вот этот отрывок из рода Чува, он согласуется с теми, с теми идеями понятиями и так далее. Это не просто так. Но это можно, но необязательно. Я думаю. Потому что идея именно Раула Кука была в том, что построить что-то новое такое, новый мир, новый язык. Он же пользуется своими какими-то новыми словами, понятиями, я бы сказала, которые действительно с одной стороны с философией, с другой стороны с кабалы и какое-то новое здание действует. Не знаю, как это в веках отразится, но читать его на самом деле интересно. Я думаю, очень мне интересно. И курс, мне кажется, очень успешный у Натана. Он очень большой курс. Нет, я спасибо Мальчику, что как бы мы начали. Извините, что у нас не получается беседы. Ну, как не получилось, я и виновата, думаю, может быть, мне надо было более понятно объяснить. А в следующий раз вполне возможно возьмем какой-нибудь что-нибудь совсем из другой оперы, как например, в чате подняли вопрос государства власти, это было бы очень может быть интересное обсуждение как раз о нелекции. это как-то у нас так, я так поняла, такая была у Натаны задумка, чтобы мы временами обсуждали разные темы, что в голову придется. Хорошая задумка на самом деле, действительно возникают вопросы в чате и чтобы их сюда вынести, это все-таки хорошая идея. для меня то, что Нихану вы рассказываете, оно на тему Натана ложится вообще без зазора, грубо говоря, поэтому у меня вопросов того, большому счету, нет. Очень приятно. У меня Натан тоже очень хорошо ложится, поэтому если я там я не хотела нигде с ним спорить, а вот немножко в другую сторону как-то окошко открыть не больше. Ладно. Ну, спасибо вам всем. Я очень рада была, что вы тут со мной. Спасибо, мы тоже рады. Я хочу закончить, потому что сейчас будет урок Юрия Ленца, если кто-то хочет присоединиться, чтобы не было несогласований. Спасибо, Нихама. Вам спасибо. Надеюсь, что еще будут у нас такие встречи. Я тоже очень надеюсь. Посмотрим, как получится. Я тут на раскопках на следующей неделе опять, так что не знаю, как будет. Будем ждать. Всего вам всем хорошего. До свидания, Натан. Спасибо.